Первый день нового 2021 года. И как я и обещал, каждый день я буду стараться делать короткие выпуски моего видеодневничка, рассказывая в них о том, что в этот день, в различные годы века минувшего, происходило на полуострове, что писала местная периодическая печать. И сегодня у меня в руках копия газеты «Камчатская листок», вышедшей в воскресенье в первый день января 1922 года. Редакционная статья без названия повествует нам о бедах, «Которая перенесла безбожная большевистская власть на русскую землю». Немножко прочитаю вам. Подводя итоги, четырехлетние диктатуры коммунистов в России, мы должны констатировать, что за этот сравнительно короткий период времени коммунисты сумели из Великой мировой державы, занимавшей одну шестую часть земного шара со 180-миллионным населением, превратить Россию на карте Европы в скромное континентальное государство, потерявшее почти все выходы к морям, с населением, не превышающим, со всеми азиатскими владениями 70 миллионов человек. Это точно. Далее газета «Камчатская листок» пишет. Так недавно еще коммунисты нагло хвастались перед всем миром великолепными якобы результатами своих коммунистических нововведений, как в области сельского хозяйства, так и в промышленной сфере. Не прошло с тех пор и нескольких месяцев, как те же коммунистические вожди с такой же наглостью и цинизмом оповещают весь мир о катастрофическом положении населения России, вымирающего от голода и болезней, и призывают иностранные государства спасать русское население от окончательного вымирания. Свои торжественные обещания создать русскому народу райскую жизнь большевики-коммунисты сдержали в полной мере. Их четырехлетняя диктатура оказалась для несчастного, одурочного ими русского народа действительно прямой дорогой в рай. Рад я, что дожил до этого времени! Теперь даже слепцы увидели, что стоящие у власти коммунисты в огромном большинстве люди нерусские, и всякого рода авантюристы с двойными и тройными фамилиями и самым темным прошлым отнюдь не преследовали цели создать благополучие русского народа в его родной стране. А пользуясь его невежеством и временным умопомрачением занялись исключительно обкрадыванием его и за четыре года своего хозяйничания в стране успели вывести за границу и тем использовали для своих личных целей все несметные российские богатства и все сокровища, скопленные в течение тысячелетий, которых, казалось бы, должно было хватить для безбедного существования всего российского населения на многие годы. Кстати, не правда ли похоже, что продолжатели большевистского дела творят после девяносто первого года? И заканчивается редукционная статья такими словами. Будем же надеяться, что в скором времени русские люди, изгнав всякую нечисть из своей родной страны и забыв о прежних раздорах и обидах, снова соберутся под призывный звон колоколов в первопрестольную и дружно примутся за строительство земли русской. В этом же номере газеты Камчатский листок за первый день января 1922 года сообщается, что согласно постановлению общего собрания Союза домовладельцев города Петропавловска, чтобы почтить и ознаменовать религиозные и исторические праздники, как-то, день рождения Христова, Новый год, день Святой Пасхи, день Петра и Павла и 24 августа память геройской защиты Петропавловска при отражении англо-французского десанта напоминает гражданам-домовладельцам озаботиться вывешиванием национальных флагов на своих домах в эти дни. Это был короткий выпуск моего видеодневничка, продолжающий рубрику «Камчатка день за днем». Еще раз напоминаю, что я попробую делать эти короткие выпуски каждый Божий день.